МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Прокурорская проверка вскрыла факты неправильного расчета платы за эвакуацию автомобилей нарушителей в Волгограде. С наступлением холодов строители Волгоградского стадиона будут использовать метод бетонирования с подогревом. В Волгограду из частной собственности окончательно возвращены 90 километров электрических сетей Кировского района. В Волгоградской области могут быть предприняты дополнительные меры по антитеррористической безопасности. Сегодня в Волгограде прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством губернатора региона Андрея Бочарова с участием руководителей силовых структур Волгоградской области. Совещание прошло в закрытом режиме. Известна лишь тема обсуждения о дополнительных мерах по нейтрализации угроз безопасности, исходящих от международных террористических организаций. Я думаю, что, уважаемые коллеги, никому ничего не надо объяснять. Мы понимаем, какая международная обстановка сегодня сладится в мире. Угрозы, которые существуют у нас внешне. И наша задача сделать все так, чтобы нейтрализовать все угрозы, которые могут быть направлены на территорию Российской Федерации и Волгоградской области. Волгоград один из тех городов, где очень хорошо понимают, что такое терроризм. После серии терактов в Париже, где погибли более 130 человек, свои соболезнования французскому народу выразил губернатор Волгоградской области. Официальное письмо со словами скорби и поддержки мэру Парижа, где сегодня третий день траура от имени жителей Волгограда направил мэр Андрей Косолапов. С наступлением холодов в Волгограде при строительстве стадиона к чемпионату мира будет использоваться метод бетонирования с подогревом, а также химсоставы без содержания соли. Над проверкой качества поступающего на будущий стадион Волгоград арена строительного материала работают три независимых лаборатории. Для монолитных работ используется бетон только российского, в том числе волгоградского производства. Нас пока пытаются оценить по графику, который давно потерял свою актуальность. Мы его увязываем тесно с выручей рабочей документации, откорректированной по факту выполнения работы. Во-вторых, возникло ряд доп. работ, которые мы ранее не предполагали. Простой пример. Замещение грунта при устройстве основания под фундаментную плиту у нас вместо тысячи кубометров по проекту вышло почти в 40 с лишним тысяч. На данный момент многие направления строительства идут с опережением графика. Рабочие уже возводят пирамидальные опоры арены для перехода к строительству первого этажа. Уже почти выполнена прокладка наружных коммуникаций, которую планировалось завершить в конце 2016 года. И началась работа во подготовке к строительству пешеходной эстакады. Прокуратура вскрыла полсотни фактов неправильного расчета эвакуации автомобилей нарушителей парковки с территории Краснооктябрьского района Волгограда. Ущерб автолюбителям составил почти 100 тысяч рублей. В адрес директора компании по эвакуации «Волгоградзнак» внесено представление. В нем значится требование исключить учет километража эвакуатора до места неправильной парковки, то есть оставить только отрезок от места задержания до штрафстоянки. По ранее оплаченным квитанциям автомобилисты вправе обратиться для перерасчета в компанию «Волгоградзнак» или взыскать незаконно удержанные средства в судебном порядке. Почти 90 километров электрических сетей Кировского района Волгограда окончательно возвращены в собственность города. Апелляционным определением областного суда оставлено без изменения решение Кировского районного суда об истребовании из чужого незаконного владения линий наружного освещения. Напомним, в 2007 году без согласия администрации Волгограда линии наружного освещения Кировского района были незаконно переданы конкурсным управляющим за долги МУП «Прембыт электромонтаж» в собственность физическому лицу. Примечательно, что в частной собственности оказались и 17 километров контактной сети троллейбусной линии, обслуживающей большую часть Кировского и частично Советского района. В Волгограде на базе детской стоматологической поликлиники номер 2 открылся и успешно работает «Особенный кабинет». Здесь принимают детей, которым технически невозможно или даже опасно лечить зубы в условиях обычной поликлиники. Все пациенты с тяжелыми заболеваниями – ДЦП, эпилепсия, кардиопатология, психические отклонения. Приемы лечения с соблюдением максимальной безопасности бесплатно здесь ведут стоматологи, хирурги и ортодонты. Когда ребенок лечится под наркозом, он всю помощь получает одномоментно в одно посещение. Наркоз длится в зависимости от показаний, в зависимости от того, сколько зубов ребенку нужно вылечить. Обычно мы работаем от полутора часов до трех часов. Вы знаете, у нас патология сердца у ребенка, и поэтому, наверное, в разы опаснее было бы те эмоции, которые она переживала бы, сидя в кресле, и мы бы там ее держали, чем она спокойно во сне вот 10 зубов, а то 10 посещений получилось бы, а то и больше. И мы один раз попробовали, то есть совершенно не смогли ее усадить в кресло. Очень рада, что это вообще даже и недолго, как быстро все прошло. Подобные лечебно-профилактические отделения открыты и в трактор Заводском районе Волгограда. Подробнее об уникальном подходе к лечению детей на высоте 102. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова